Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу сделать такое информационное видео. Настал тот час, наверное, который я больше всего боялась. Посетила меня такая мысль, что неужели придется прощаться со своим каналом, потому что я думаю, что вы знаете, что сейчас происходит, и не сегодня, а завтра. Может быть, завтра я уже выложу видео, и никто не сможет его посмотреть, кроме тех, кто находится не на территории России. Заблокировать YouTube и все, поэтому я быстренько записываю видео, даже не стала цеплять к себе микрофон. Ну, потому что сейчас это не имеет особого смысла. Просто хотела с вами поговорить, где меня можно найти. Если что, как вы знаете, хотя я проживаю в Эстонии всю свою жизнь, это почти 35 лет, все изменения, которые касаются YouTube, касаются меня тоже, потому что большая часть аудитории у меня в России, это 62%, дальше идет Украина 16%, и еще все остальные проценты распределены по другим странам. Поэтому, естественно, все, большинство просмотров мне как раз шло именно из России. Поэтому встал вопрос о том, есть ли смысл дальше заниматься каналом, если практически никто не сможет, ну, там, 30% аудитории сможет видеть только эти видео. Они мне тоже забирают много времени. Я, конечно, не так, как есть многие блогеры, которые чуть ли не каждый день могут выкладывать видео или через каждый день. Для меня это большая роскость, потому что пока у меня не было ребенка, я могла так делать, а как появился ребенок, у меня уже немного другие заботы и фокус сместился. Но канал я все равно свой люблю, и по возможности, когда у меня есть свободное время, я все равно на него снимаю какие-то видео. Поэтому мне очень жаль будет его закрыть или оставить и больше ничего сюда не выкладывать. У меня есть видео в запасе, которое я могу выложить. Это и блог, это видео про косметику, есть видео про Алиэкспресс, но просто я не знаю, вообще актуально это будет на данный момент или нет. Также мне просили снять видео о том, как разговаривать ребенка. Ну, я рассказывала историю в одном из предыдущих видео, и девочки попросили рассказать о пособиях разных, как мы занимаемся. Поэтому такое видео тоже у меня планировалось. Я сейчас собирала материал. Даже не знаю, что делать. Есть у меня телеграм-канал, который посвящен конкретно этому каналу на ютюбе, и я его давала и в инстаграм, и также вконтакте на своей странице размещала. И те, кто успел, увидел эту информацию, тот туда зашел, я вам снизу тоже оставлю, если вы хотите быть на связи до сих пор. Если вам интересны те тематики, которые я на своем канале поднимала, то те темы, точнее сказать, это и Алиэкспресс, и косметика, и разные темы. В общем, которые я даже могу каждый день выкладывать и фотографии, и рассказывать, типа, знаете, такие мини-влоги, чем занимались, и, в общем, все в таком роде. И в темы, знаете, это намного проще, потому что там ты все время находишься на связи, и это как общение в таком реальном времени, не знаю почему, мне очень нравится. И знаете, раньше у меня канал был хобби, который приносит мне деньги, какие-то товары на обзор, и теперь это уже в скором времени будет канал, который вот просто хобби-хобби. То есть он перестанет приносить ей деньги, и вследствие этого, естественно, не будет никаких интеграций, потому что, ну, это все очень взаимосвязано. Я думаю, что вы сами можете в этом плане разобраться и подумать, почему так будет. И да, на самом деле очень жаль, потому что на этот канал я потратила 10 лет своей жизни, и мне было все это очень интересно. Игромное спасибо всем тем, 250 тысячам моих подписчиков, которые оставались со мной все это время. Возможно, они даже не смотрели видео, потому что обычно видео 10% от аудитории набирали, а когда-то и меньше. Но я все равно очень рада, что вы не отписались и все это время были со мной. Я очень надеюсь, что в скором времени все как-то, ну, не знаю, может быть, не вернется. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, какого я исхода жду, потому что я уже завела этот Телеграм-канал, и там мы общаемся. И единственное, что, да, Телеграм-канал не приносит мне никакого дохода, я даже в мыслях представить не могу, что там, возможно, набрать мне лично такую аудиторию, которая у меня была здесь на Ютубе. Поэтому не знаю. Пока вот на таком голом энтузиазме буду вести, а там будет что будет. Когда-то я, да, открыла свой канал и думала, что если со мной будет там тысяча людей, это будет очень классно, я буду снимать для них видео, а потом когда-то было и 50 тысяч, а потом и 100 тысяч, и я получила серебряную кнопку. Поэтому думаю, что нет ничего невозможного, нужно будет заново прилагать какие-то усилия, но очень тяжело начинать это практически с нуля. Вот, поэтому если вы ко мне присоединитесь, я буду очень рада, это мне очень поможет. Я не прошу никакой, там, знаете, есть, можно делать всякие донаты, там, суперспасибо или что-то в этом роде. Этого мне ничего не надо, если у меня будет аудитория, я смогу сама как-то с этим справиться. Поэтому мне достаточно того, если просто мои зрители отсюда присоединятся ко мне в Телеграм, и мы там будем общаться на какие-то интересные темы, на темы, которые вас волнуют. Да, мне кажется, мне этого будет достаточно. И очень, конечно, не хочется прощаться навсегда, хочется сказать до свидания и увидимся в следующем видео. Ну, следующее видео обязательно будет, да, я как раз по нему и посмотрю, какая часть аудитории еще может смотреть мои видео и смотрит ли вообще. И потом уже будет видно, что делать с каналом. Естественно, закрывать я его не стану, не знаю, в чем смысл. Может быть, когда-то мне придется сюда вернуться. Но я все-таки надеюсь на какой-то более-менее положительный исход. Да, еще раз огромное вам спасибо, реально, что такое большое количество. Честно говоря, я вообще не ожидала от себя, что мне прям захочется всплакнуть. На самом деле, жалко не этой монетизации, потому что я уже сказала, что мой канал не приносил мне большое количество денег. Ну, вообще, это даже, это было что-то незначительное. Да, за счет интеграции где-то я там выезжала, но они были тоже редко, где-то раз вместе я брала, чтобы, опять же, не нагружать свой канал. А просто жалко вот это вот все, что, ну, просто раз и все. И больше это никому не надо. Да, наверное, больше вот это и огорчает. Вот. Так что я надеюсь, мы все-таки с вами в скором будущем увидимся именно в видео на YouTube. Пока вы можете, еще раз повторюсь, пройти мой телеграм-канал. Я ссылку обязательно оставлю в описании под видео. И я надеюсь, что я не прощаюсь, а просто вам говорю до свидания.